друзья всем добрый вечер сегодняшняя реплика посвящена главному белорусскому событию без условно сегодня это объявлению общенациональной забастовки общенациональная забастовка была объявлена пабликами страна для жизни и друга другими пабликами и оппозиции а сегодня получает она была объявлена до того как было объявлено предзабастовичное состояние об этом говорилось последние месяцы но дело в том что они постоянно о чем-то говорят и ничего в итоге не случается если это не случилось год назад когда ситуация была на пике то сейчас в зачищенном пространстве безусловно никакой никаких предпосылок выхода людей или не выхода на работу но массового просто нет и я не думаю что кто-то из них воспринимал это всерьез видимость деятельности нужно создавать нужно создавать вечную картинку у меня вообще ощущение что ребятам это даже выгодно то есть постоянно провоцируется некие жертвы предсказуемые естественно злодействами режима мы прекрасно понимаем что это будет новая зачистка и сегодняшнее вышедшее заявление в стране для жизни других опять же пабликах не оппозиции о том что забастовка начнется первого ноября мы понимаем что приведет может привести исключительно к одному к тому что будет защищена все и вся перед первым ноября появятся жертвы появится новая политзаключенная появится новый повод трясти заслугами и жертвами перед западом требовать дальше секторальные санкции выгодной российской федерации и создавать видимость бурной деятельности для диаспор белорусских которые все еще почему-то продолжают верить этим людям за рубежом но сегодняшняя объявленная за пять дней еще раз подчеркиваю за пять дней объявленная во всеуслышание и компании белсат и другими сми еще раз говорю страной для жизни естественно услышанные режимом конкретный день 1 ноября был опровергнут рабочим рухом непосредственно уже ближе к вечеру в телеграм-канале я зачитаю рабочий рух ну наверное представители во всяком случае по умолчанию мы так предполагаем что часть представителей находится в белоруссии естественно скрывается напомню люди которые объявляют о забастовки 1 ноября беларуси не находятся они находятся в литве в польше вполне себе в безопасном месте мы не поддерживаем объявление о общенациональной забастовки на 1 ноября это рабочий рух публикует заявление сергея дневская сделанная с подачи наталья радина и дмитрия бондаренко и андрея санникова харзи 97 не было с нами согласовано и мы не участвовали в принятии этого решения более того мы не были предупреждены об этом как и об объявлении пред забастовочного состояния мы считаем что победная забастовка должна быть действительно массовой охватывая различные отрасли и широкие категории рабочего населения неподготовленные голословные заявления ведут исключительно к подрыву доверия очередным репрессиям выматывающим активист так она и есть ребята вы когда бла-бла-блакаете у вас хоть какая-то совесть есть ну это такой гипотетический вопрос я понимаю что речь не о совести я понимаю что речь о бизнесе и сознательно или бессознательно но я все-таки считаю что сознательно люди не первый день в оппозиции люди не первый день знакомы с режимом люди делают это больше года это обычная простая гопоновщина и больше ничего кстати примечательно немножко отвлекусь все еще к это относится к забастовки но тем не менее не относится уже конкретно там к первому ноября в паблике белка ли призыве к забастовки есть паблик беларусь калия появился пост четыре часа назад не жизнь а выживание басту и не за тихановскую не забор басту из-за себя оставайся дома не против лукашенко это безопасно ля-ля-ля меня привлекла фраза в этом общем тексте стачком и белка ли беларусь оказалась в мировой изоляции даже дружественная россия руку помощи не спешит протянуть вы все еще надеетесь на дружественную руку россии вы так себе видите борьбу вы до сих пор не понимаете что протянутая дружественная рука россии означает всего лишь одно что вы будете работать не набил набил калий а на урал калий например и вопрос будете ли работать на что надежды не знаю но бог вам судья с вами каналами на виду онлайн делитесь этим видео ставьте лайки спасибо всем кто нам помогает мы это очень ценим к сожалению у нас пока нет возможности сделать отдельный контент для тех кто помогает нам на постоянной основе в патреоне но мы обязательно это сделаем со временем когда у нас будет и больше ресурсов и сил и людей которые собственно могут больше отдавать времени данному процессу живи беларусь слава украине учимся говорить правду вместе всем пока украине учимся Продолжение следует...